Ведущая передачи «Уголовный процесс» Литвинова Софья Владимировна, адвокат, член коллегии адвокатов «Альфа». Добрый день, уважаемые зрители. Позвольте вновь вам представить постоянного колумниста журнала «Уголовный процесс», кандидата юридических наук, доцента заведующего кафедрой уголовно-процессуального права северо-западного филиала РКУ Константин Борисовича Калиновского. Здравствуйте, Константин Борисович. Здравствуйте, Софья. Здравствуйте, зрители. На статьях журнала «Уголовный процесс» вами была опубликована статья «Заблокированное банкротство. На имущество банкрота как потерпевшего наложен арест». Давайте обсудим, что послужило основанием для публикации данной статьи. Хорошо, спасибо. Банкротство, аресты имущества, соприкосновение арбитражного банкротного процесса с уголовным тема актуальна. Это тема денежная и привлекает интересантов, которые умеют писать жалобы, нанимать адвокатов, поэтому вьется вокруг этого много сюжета. Но здесь был особенный яркий случай. В двух словах он был такой. Это реальная история, да, практическая. Значит, есть женщина, которая должна, с точки зрения арбитражных процедур, должна крупную сумму денег кредитора, три кредитора. Она долг не отдает, начинается процедура банкротства, идут арбитражные дела, назначается конкурсный управляющий, идет процесс взыскания ее имущества. У нее две квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. И вдруг она находит такой прекрасный способ решить свои банкротные дела. Она приходит к следователю и говорит заявление о преступлении. В отношении меня совершается преступление. Злые люди в лице конкурсных кредиторов, но она так и называет, в лице преступников, и, собственно, самого конкурсного кредитора пытаются похитить мои квартиры. Вот с таким, так сказать, пассажем она приходит. Следователь возбуждает уголовное дело и в рамках уголовного дела накладывает, вращается к суду, с ходатайством суда удовлетворяет, накладывается арест на имущество потерпевшей. Соответственно, арбитражная процедура зависает в паузе. Что делает? Заявители идут в кондиционный суд с жалобой. Кондиционный суд его рассматривает, но не информулирует четкой и яркой позиции, поскольку есть дефект некий правоприменения. А именно, сложная фактура, ничего не ясного. Дело только возбудили. Может, и правда преступление совершается. А может, это потерпевшая просто так удачно выходит из банкротства. Но проблема красивая проблема. Я бы хотел тут же продолжить с анализом этой проблемы, если позволить. Да, тогда я два слова скажу, потому что буквально в этом месяце ко мне обратился доверитель с просьбой. Он выиграл банкротные торги, будучи кредитором. И после выигрыша, пока шло оформление, должник обратился в правоохранительные органы, что хотят забрать квартиру. Правоохранительные органы, следственный комитет признал квартиру вещдока и запретил Росрегистру реализацию вещественных доказательств без процедуры ареста, бессрочно. После чего дело приостановил. И вот тут ситуация, скажем так, не идентичная, но очень похожая по смыслу. Да, очень похожая по сюжету, по смыслу. Это еще худший вариант, поскольку действительно признание вещдоком новая мера принуждения, о которой мы не раз говорили на страницах журнала и, по-моему, даже на канале, как удержание, то есть хранение вещдока в режиме удержания, так назвал доконенционный суд. Да, и как бы фактически запрет. Так вот, в чем, собственно, проблема здесь в плане теории. Дело в том, что 115 статьи ОПК и 82 непредназначены, непредспособлены для того, чтобы действовать таким образом. Да, то есть имущество. Ну, ладно, еще 82, я еще могу понять. Здесь хотя бы, ну, говорим о предмете преступления, хотя много раз говорю, что недвижимость не может быть вещдоком. Не может быть, да. Вот тут я с вами полностью согласна. И документы могут быть предметом, но не сама недвижимость. Но арест, причем уже не первый случай, я уже об этом писал на страницах журнала. Но до этого я нашел три дела. Все однотипные. Проблема развивалась следующим образом. Значит, долговая расписка. Человек, считающийся потерпевшим, обращается в органы правоохранителя и говорит, что меня обманули. Поддельная долговая расписка. С меня требуют деньги. Пожалуйста, арестуйте. В углом деле накладывается арест, но это хотя бы похоже на арест дебиторской задолженности. Некий аналог есть в законе об исполнительном производстве. И тут еще можно понять, что предметом ареста может быть любое имущество и в этом смысле даже право, требования, которые накладывают на обвиняемых будущих. Но Константин Борисович, арест накладывается на определенный срок и только судом. Но у нас же также идут злоупотребления. Срок истекает, следователь не снимает арест. Росреестра самостоятельно снять его не может. Следователь приостанавливает дело и арест становится вечным. Софья, давайте не будем все сразу в кучу. Проблем здесь много. Я хочу чертить, так сказать, ту проблему, о которой написано в статье. И была практика вот этого ареста дебиторской задолженности. Применение по аналогии УПК, по аналогии заимствованной, по сути, из закона об исполнительном производстве. Что еще более-менее терпимо, хотя не очень. Почему не очень, объясню. Дело в том, что применение по аналогии норм регулирующих принуждения крайне нежелательно. Потому что это принуждение. Это не дискрепционные, не диспозитивные правила. Если мы расширительно толкуем их, применяем по аналогии, это один шаг до злоупотребления. Поэтому это крайне нежелательно с теоретической точки зрения. Но условно терпимо. А вот в этой истории, здесь очень грубо, это аналогия права. То есть здесь арестовано имущество потерпевшей. А в 115-й написано, что арестуются имущество гражданского ответчика и обвиняемого. А здесь потерпевший. То есть мы здесь имеем явную картину, когда арест имущества применяется вместо, ну если не меры пресечения, потому что это опять же потерпевшим применяется, вместо меры защиты потерпевшей. У нас есть закон о защите лиц, подвергающихся опасности в углом судопроизводства, безопасности. Но там нет аналога. Там такой меры защиты нет, имущества. А по идее там должно быть это. И поэтому законодатель надо подумать, чтобы потерпевшая пришла, сказала, похищают мое имущество, давайте примем меры охраны. Да и вот что-то оттуда должно идти. Но никак не арест. Почему? И вот тут я с вами солидарен, потому что мы нарушаем баланс правовой. Допустим, допустим, арест наложили. Но а как защитить вообще права кредиторов, если потерпевшая злоупотребляет право? Дело приостановлено. Смотрите, потерпевшие не подозреваемы, не обвиняемы, не ответчики в уголовном деле. В любом деле никто. Они пытаются прийти к следователю, в суд им говорят, а вы кто? Вы никто. Допустим, через там 10-15 лет следователь признает свою ошибку и прекратит дело, обменяйте ареста. Они скажут, а компенсируйте-ка нам доступ, нарушение на доступ в процедуре разума и срок. Они скажут, а вы кто? Вы никто, у вас нет такой процедуры. А по реабилитации можно пойти? Какая реабилитация? Вы не привлекались, вы никто. Понимаете? То есть получается такая односторонняя блокировка, и вводится дисбаланс, начинается. То есть это явно проблема. Вот что-то, о чем мы говорим, что так делать не надо, надо эту проблему решать. Законодатели прорисовывают. И практике надо об этом думать. А что делать в такой ситуации? Ну вот я, насколько я могу сказать, как мы выходили из этой ситуации, когда обратился доверитель и признал вещдоком, я ему предложила писать надзорные органы, вышестоящие следственные органы, и в суд в порядке 125 признание постановления о признании вещественным доказательством имущества потерпевшего уже после проведения торгов, уже после опубликования результатов торгов, но до заключения договора, признавать это вообще незаконным, потому что это нарушает права третьих лиц. И судом уже были определены права этих лиц арбитражным судом. Ну вот насколько эта процедура сейчас будет реализована, и какие мы ответы получим, я не могу сказать. Но во всяком случае мы пошли по пути обжалования везде и всюду. Но это же тоже не очень правильно, просто садиться и писать везде и всюду. Мне это напоминает, извините, наши зрители за неюридический язык, но это мне напоминает выражение «идите в суд», когда ругаются два бизнесмена друга, и это «идите в суд» с жалобой или прокуророй. В принципе, это вежливый эквивалент грубого матерного выражения. Только перевод, так сказать, на вежливый язык. Поэтому то, что у человека есть формальное право пойти к прокурору в суд, абсолютно не означает, что он будет защищен по итогам этой ходьбы обращения. И вот здесь, в принципе, к нашей истории, практически выход, что можно сделать. И вот здесь с чем идти в суд, опять же. Вот если вы пойдете в суд и скажете, так, нельзя применять 115, они так ходили в этом конкретном примере. Суды сказали, ну, можно, если очень хочется, следователь же просит. Ну, и с основания. Примерно так. И поэтому идти вот с таким тезисом, что все плохо, давайте вообще все отменим. Это тоже дисбаланс для суда. Суд как бы не видит картины всей. Давайте в защиту судей. Суд же наложил арест на имущество по ходатайству следователя. Ну, есть неотложная ситуация. Следователь говорит, смотрите на срочное действие. Бандиты грабят честного человека. Давайте осмотримся, заблокируем, спасем. Первоначально я понимаю. Но, и вот чем, опять же, позвольте нам, так сказать, наш жанр. Мы обсуждаем статьи в журнале «Вдовный процесс». Позвольте мне опять, и простите мне это, похвалить журнал. Вот в электронной версии есть практически в каждой статье процессальный документ. И к этой статье мы тоже моими ручками, так сказать, сделали процессальный документ с практическим, так сказать, уклоном. А именно, в каком путь это идти? Если торпедировать в целом, применять такого института по аналоговому, трудно, я понимаю, почему. Объясню примерную логику суда. То есть, если есть потребность арестовать имущество, чтобы спасти, так сказать, от последствий приспитных, предотвратить, почему бы не предотвратить? Но в какое-то разумное время, чтобы потом осмотреться и вернуться к этому вопросу вновь. Дайте там неделю, две, три, хорошо, месяц следователю провести следственное действие, осмотреться, привлечь в качестве обвиняемых кого-то, а не так, как у вас, приостановили дело и забыли. Вот в чем проблема. И вот здесь практически выход какой. Если уж мы по аналогии 115-ю променяем к потерпевшим, почему мы используем часть первую 115-ю, где говорится об аресте имущества обвиняемого и гражданское следствие, а не часть третью, ведь часть третья – это срок. И, жалуясь на эту историю, в примитиях 115-й, надо просить суд о конкретном. Давайте мы не будем в целом сейчас срубить с плеча, отменять арест. Это первая жалоба, потому что прошел месяц всего, да, пока что. А давайте мы просто перейдем с части первой, бессрочный арест, на часть третьей, где суд установит срок. И вот тут шансы высоки, потому что апелляция, касация, скажут, а действительно. А почему это мы по части первой? Давайте-ка прямо на часть третью, скажем, вот вам два месяца, там или три месяца, а через это время пусть господин следователь вернется с фактурой и расскажет канал в суде, а что изменилось, а надо ли продлевать арест, а так ли потерпевшая безупречно и нуждается в защите, как она писала в своем заявлении. Или все-таки кредиторы нормальные люди, имеют свое право, а конкурсный управляющий не такой уж и член банды вместе с кредиторами, которые пытаются, так сказать, напасть на бедного потерпевшего. Все сложно, да? Собственно, почему Кондиционный суд вынес это определение в таком ключе, в ключе отказного материала по докладу судей? Именно потому, что неясна фактура. То есть пусть, ведь Кондиционный суд работает по принципу субсидиарности. То есть вначале должны разобраться на земле суды общей редикции, и только потом Кондиционный суд может, уже, так сказать, видя всю картину, вынести свое решение. Именно поэтому, собственно, смысл решения, что Кондиционный суд сказал, преждевременно дело неотвращенное. И поэтому от вашей истории, да, София, если вот... А вот если такая же картина может быть, неустановленные лица, следователь говорит, да не буду я кого-то изобличать. Давайте, мы вот два месяца прошло расследование, арест бессрочный, приостановим производство по делу, и дело в долгий ящик, да? Да. А банкротство зависнет. Зависло, да. Ну, ведь в банкротстве очень часто бывают и требования лиц, которые получили вред жизни и здоровью, и трудовые какие-то требования от ИП-шников. И тут возникает вообще-то баланс интересов, в чью сторону мы о чем говорим. Но если в вашем случае еще можно говорить про 115-е, про арест имущества, то в моем случае это 81-е. Это вещественные доказательства, это даже не арест, там вообще нет сроков, пока не будет судебного окончательного решения. И более того, ТСЖ сказал, чтобы вам запустить на территорию домобладения, принесите выписку с ЕГРН. Выписки невозможно, Росрегистр отказывается в регистрации, он даже не может осмотреть. Он обращался к следователю, а следователь говорит, вы никто по делу. Есть собственник потерпевший, а вы кто? Вы никто. Вы выиграли интергак, вы не процессуальное лицо в уголовно-процессуальном смысле. Ну, надо отдать должное судам, должное судам нашим, что они рассматривают вот этих лиц беспроцентного статуса, как заинтересованных лиц, и их жалобы все равно рассматривают, принимают. Ну, мы пошли по принципу, что жалобы подавали от лица финансового управляющего, потому что там банкротство физлица потерпевшего. Но посмотрим, на какую сторону какая кривая выведет. Но действительно, я предложила своему доверителю не подавать ему жалобу, чтобы была хоть какая-то большая уверенность, и пусть финансовый подает, потому что он же ведет процесс банкротства. Но на сегодняшний день, я считаю, что проблема не решена от слова «совсем». Более того, эти сроки, которые удивительные, и когда следствие, даже накладывая арест или признавая вещественным доказательством век недвижимости, отдает его третьим лицам на ответственное хранение, которое его сдают в аренду, это вообще удивительно. Но это зачастую прямо каждый день, скажем так, в руках такие дела держим. И я не понимаю, пока каким образом это будет урегулировано, если законодателям не будет внесен в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс четкий запрет на признание вещественным доказательством недвижимого имущества и на арест имущества потерпевших вне рамок отдельного какого-то судопроизводства. Ну, со сроками. Я пока такое не понимаю. Потому что я полагаю, что 115-е было рассчитано только на имущество лиц, несущие гражданско-правовую ответственность за действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, но никак не потерпевшего. Ну, конечно. Примительное 115-е, ну, конечно. То есть она именно мера, обеспечивающая имущественное взыскание. А в нашем примере речь вообще не идет о взыскании. Речь о предотвращении отчуждения квартиры от потерпевшего кредитора, от должника кредитора. Должник, говорит, я потерпевший. Вообще не об обеспечении взыскания, а предотвращении взыскания. Ну, а в уголовно-правовой терминологии предотвращение наступления вредных последствий преступников. Следствие, это полагает, совершается преступление, его надо пресечь. Но ведь есть другие меры. Например, следователь, не признавая вещдоками, накладывая арест на имущество потерпевшего, может внести в Росреестр соответствующее представление, предусмотренное УПК, и указать, что просим обеспечить нерегистрацию. И после этого лицо обращается в суд и говорит, в порядке ВК сходится административного судопроизводства, и говорит, у Росреестра не было оснований, Росреестр привлекает следствие. Если следствие не доказало, суд обязывает Росреестр зарегистрировать. Вот это более правильная процедура. То есть это не арест, это не вещдок, это внесение соответствующего представления предусмотренного УПК. И Росреестр просто дает какой-то период, и после этого можно его действия обжаловать. И это тоже не в рамках УПК будет. Ну вот так хотя бы. Ну да. Ну вообще это связанная проблема, о которой мы говорили, что практика пошла по пути признавать вещдоком недвижимость. И это в основном не проблема, то есть не в целях доказывания, а именно в целях перераспределения собственности, либо ограничения прав именно собственности. То есть вместо ареста. Вместо ареста. То есть по этому поводу есть постановление Конвенционного суда, когда арестовали, так сказать, ну там недвижимость, там линия по производству табака была арестована, и запретили ее эксплуатацию. То есть в принципе Конвенционный суд признал возможным, без применения ареста имущества, именно вот фактически принять эту меру удержания вещдоков. Но с недвижимостью это отдельная история. То есть с этим надо разбираться. К сожалению, практика массовая стала. Когда не документы признают вещдоками, ну изымите документы, признайте вещдоками. А если надо квартиру там или здание целое. У меня в практике был случай, когда торговый центр признали вещдоками. И у меня была практика. И отдали на хранение другому лицу, который стал эксплуатироваться. Другой сюжет был по Крыму. Там аквапарк признали вещдоком, огромного дорогостоящее. И передали на хранение другому лицу. Ну там два учредителя, бывших, спорили между собой. Причем суд специально разъяснил, хранение это значит разрешено использовать. Ну, чтобы они его эксплуатировали. То есть вот такие примеры, очень дорогостоящие недвижимости существуют. Но это, конечно, неправильно. Как вы говорите, надо закон менять. Ну, не от нас это, конечно, зависит. Но если мы будем об этом говорить, в том числе на страницах журнала, возможно, что Пленум Верховного Суда, высшие судебные инстанции будут реагировать на эти сюжеты. Потому что фактически это никакое не доказывание, а именно право, ограничивающее собственность действия. Под видом института доказывания. И возможность злоупотребления в разные стороны. Огромная возможность для злоупотребления. Следствию, наверное, это нравится. Их сразу начинают уважать бизнесмены, когда дорогостоящие имущества, как раз и признали вещдоком. У меня был аналогичный случай, когда в Московской области торговый центр признали вещдоком, передали одному из двух собственников, потому что они судились. Он обратился с разъяснением, ему разрешили сдавать в аренду. Второй обратился, как? Почему я тогда не получаю? Вы потом обратитесь с иском, а взыскание упущенной выгоды. Так ему разъяснили. Ну, кстати, вот возвращаясь к нашей проблеме, если не закон, то что? Дело в том, что после ряда решений кондиционного суда внесены поправки в института ареста имущества, и они стратегически должны сработать. Дело в том, что у лиц, с чего имущество арестовано, появилось право требовать возмещения вреда в связи с арестом, в порядке главы 18, да, по реабилитации, и право на доступ к расследованию в разумный срок. И вот эти институты еще просто не заработали. Константин Борисович, они не заработают в части потерпевшего, вот в части подозреваемого обвиняемого и свидетель третьих о потерпевшении. Это опять злоупотребление. О потерпевшему чего жаловаться? Он сам хочет. Да, он счастлив. Он институт. Ну, это редкий случай. Все-таки то, о чем мы говорим, это редчайшие случаи, я вот знаю, там четыре таких случаев, чтобы... Я не согласна. Больше есть? Я уверена, что больше, если даже мне вот сейчас в руки попало такое дело. Я общаюсь, вот изучая практику, понимаю, что это довольно распространенная ситуация. Более того, общаясь со следствием, они говорят, а в чем проблема? Мы так часто делаем. Поэтому, к сожалению. Ну да, я думал, что это вещь уникальная, конечно, когда писал статью. Ну как, я смотрел практику, я говорю, нашел три случая, когда дебиторская ложность фактически подвергалась аресту. Но чтобы имущество потерпевшего, в базах данных этого практически нет. А потому что жалобы идут в порядке 125-ки, и очень часто суды просто не принимают. Потому что пишет вообще неизвестное, ну кто пишет, неизвестное лицо, какой-то кредитор, никак в уголовном деле не фигурирующий. Ему говорят, вы вообще кто? И если у него, вот в моем случае там прошли торги, он признан победителем торгов, есть решение суда, и о том, что он признан кредитором, он у меня более как-то такой случай, ну защищенности кредитора. А если этого ничего нет, то лицу просто отказывают. Ну иными словами, мы можем сказать всем должникам, которые банкротны, что сейчас есть такая лазилька, да, уважаемые должники, то вы можете обратиться в следственные органы и сказать, что вас грабят в ходе банкротства, и создать огромные-огромные проблемы для кредиторов, да? Да, но не забудьте про 307-ю статью Уголовного кодекса. И тут, если вашим кредиторам попадется хороший адвокат, и потом все это дело все-таки придет к какому-то завершению, я думаю, любой нормальный адвокат будет требовать привлечения заявителя к уголовной ответственности. Это сложно, практика такая редка, тем более он же, если вот он злоупотребляет воровами, идет к следствию, он же не говорит, он не выдумывал, он говорит правду, у меня хотят отобрать квартиру. Хотят же отобрать. Только в рамках процесса. Но он считает неправильно, несправедливо, и говорит, это криминал. Понимаете? То есть, поэтому тут нет очевидный завет выдумки. Это не выдумка, это просто перевод цивилистических отношений в уголовно-правовые, искусственный такой, да? Как известно, следователь может криминальным языком изложить любые цивилистические отношения очень красиво. С жаждой наживы кредиторов. Злоупотребляя доверием и располагая соответствующей информацией о третьем лице. Движимые с жаждой наживы пришли в арбитражный суд, сговорились, понимаете, между собой. Вступили в отношения с конкурсным кредитом лицом, устойчивый, повторяющий. Неправомерно завладели информацией о наличии недвижимого имущества. Вот, видите, видите, как картина-то складывается. Понимаете? Сразу понятно, что здесь все сложно. Поэтому, да, сейчас вот есть такой дисбаланс, а учитывая огромный вал банкротств, который идет, да, это, конечно, очень значимый вопрос. Ну, не знаю, можем ли мы забегать вперед или нет, но в журнале, есть предложение в нашем журнале открыть новую рубль, в этой связи, которая может называться уголовный против арбитражного, ВС арбитражный, где рассматривать вот эти проблемы, не только эти, там же много, там проблемы при религии двусторонние, да, потому что сейчас крупные экономические споры, ну, сопряжены с уголовными. Да, особенно налоговые. Константин Борисович, да, темы злободневные, тема наболевшая, тем более, вот у меня сейчас на руках вот такое вот дело, я вам благодарна, что ваша статья была напечатана до того, как я взяла это дело в руки, просто опубликована она чуть позже, но я понимаю, что очень многие защитники, адвокаты, юристы с такой проблемой сталкиваются, просто не понимают, куда идти и что делать. И ваш документ, который подготовлен, прикреплен к журналу «Уголовный процесс» под статьей, будет им огромным подспорьем. Я вас за это тоже благодарю. Да, поэтому подписчики нашего журнала, так сказать, имеют какие-то инструменты и функции. Может, даже немножко раньше других. И будут совершать действия, направленные на предотвращение. Уж если вы идете в банкротство, вы должны понимать, что этого надо избегать и предотвращать. да, и как ни странно цивилистическому адвокату, банкротному, так сказать, специалисту, нужны, оказывается, знания в сфере уголовного судопроизводства, как ни странно. и наоборот. И наоборот. Я вас благодарю и, конечно же, до новых встреч с вами. Спасибо. С вами была ведущая, адвокат Софья Литвинова в совместном проекте адвокатской коллегии Альфа и журналу «Уголовный процесс». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok